здравствуйте сегодня мы с вами продолжим вязать линию реглана косами сделаем сегодня вот такую свяжем косичку ее можно вязать как редко то есть расстояние большое так и почаще чтобы у вас получалось как елочка как мы будем распределять петли петли линии реглана будут располагаться вот линия реглана по центру 3 петли у нас идут со стороны рукава 3 петли допустим со стороны спинки накиды обязательно мы делаем потому что накиды являются регланом увеличить увеличением регланной линии давайте мы с вами провяжем я вам покажу различные способы вязания вот именно такой вот косички сначала свяжем именно такую и так вяжем петли перед линией реглана делаем накид 1 изнаночная 6 петель линии реглана для косы 3 4 5 6 1 изнаночная накид и петли провязываем после линии реглана изнаночный ряд сейчас еще раз с вами провяжем такой же ряд петли перед линией реглана делаем накид 1 изнаночная петля 6 лицевых 1 изнаночная накид петли после линии реглана еще раз изнаночный ряд и так будем провязывать косичку провязываем петли перед линией реглана делаем накид 1 изнаночной вот у нас 6 петель мы пропускаем 2 петли берем третью петлю и меняем местами с первыми двумя петлями провязываем лицевой теперь за работу заносим спицу пропускаем одну петлю подхватываем две следующие и так же меняем местами провязываем лицевыми петлями изнаночная накид петли после линии реглана сейчас побольше провяжем и вы увидите насколько получается красивый простой узор линии реглана провязываем изнаночный ряд еще раз лицевой петли перед линией реглана накид изнаночная петля изнаночная петля 6 лицевых накид оба нет изнаночная петля потом накид петли после линии реглана еще раз провяжем изнаночный ряд и следующим опять будем делать косичку такой способ меня уже девочки просили показать как вязать потому что я такую линию реглана вязала у себя на кофте я оставлю вверх здесь в верхнем правом углу напоминание и оставлю ссылочку в инфобоксе на то видео где у меня кофта связана вот именно такой линии реглана это у меня находится на втором моем канале я вижу основные вещи и так провязываем петли перед линией реглана делаем накид изнаночная петля и вновь две петли оставляем подхватываем третью петлю меняем местами и провязываем лицевыми петлями 3 петли дальше за работой оставляем одну петлю подхватываем две и меняем местами с первой петлей провязываем так же лицевыми изнаночная петля накид петли после линии реглана получается вот так давайте еще раз с вами провяжем так изнаночный ряд еще раз провяжем лицевой ряд кстати знаете мы с вами сейчас провяжем лицевой изнаночный ряд побольше так здесь у нас побольше получается да чем здесь значит вы представление имеете что будет если мы провяжем побольше рядов давайте мы с вами провяжем сейчас в каждом лицевом ряду вот такие косички и мы посмотрим что же у нас получится и так провязываем петли перед линией реглана делаем накид изнаночная вновь попробуем поменять местами третью петлю с первыми двумя провязываем лицевой вторые три петли также первую пропускаем подцепляем вторые две меняем местами провязываем лицевой изнаночная петля накид петли после линии реглана изнаночный ряд изнаночный ряд меня отвлекла немножко вот я провязала изнаночный ряд еще раз провяжем лицевой ряд провязываем петли перед линией реглана делаем накид одна изнаночная и вновь провязываем косичку пропускаем первые две петли подхватываем третью меняем местами провязывая лицевыми следующие за работой пропускаем одну петлю подцепляем две меняем местами и так же провязываем лицевыми изнаночная накид лицевые петли провязываем после линии реглана вот что у нас получается а теперь обратите внимание если мы делаем вот эти вот смена петель через расстояние примерно 5-6 рядов у нас полотно располагается пошире чем то полотно где мы делаем такие смену петель в каждом лицевом ряду вы должны это учитывать что полотно будет уже вот в этом месте поэтому относитесь к этому внимательно и рассчитывайте петли вот такая получается косичка сейчас провяжем с вами изнаночный ряд так вот так вот 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 так что еще хочу сказать по поводу накидов я в каждом видео вам уже говорила в предыдущих что я в образцах вижу просто накиды но у меня есть видео где я показываю как можно сделать накид чтобы вот этих вот дырочек не было я также оставлю напоминалочку в правом верхнем углу и ссылку в инфобоксе на то видео где я об этом рассказываю на этом закончен у меня урок удачи вам в вязании если есть какие то вопросы пожалуйста пишите в комментариях а на этом я с вами прощаюсь пока пока до следующих видео